На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочерова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Лишился всех сбережений. Со счета пожилого нефтеюганца мошенники украли более полутора миллионов рублей. Для маломобильных групп населения. В Нефтеюганске устанавливают специальные знаки «Парковка для инвалидов». Собери ребенка в школу. Жителям Нефтеюганска предлагают присоединиться к благотворительной акции. Лишился 1 миллиона 600 тысяч рублей. В Нефтеюганске от дистанционных мошенников пострадал 76-летний мужчина. В надежде сохранить сбережения он перевел все деньги со своей карты на счет мошенников. Схема, по которой действовали мошенники, не новая. Пострадавший рассказывает, что ему поступил звонок якобы от сотрудника банка, который уверял мужчину, что на его счета покушаются и кто-то пытается снять деньги. Кто, точно мы не знаем, но мы это дело определим. Мы нам должны помочь. Так? Сохранить свои деньги и поймать этих мошенников. Вот такой был разговор. Чтобы спасти сбережения, пенсионеру предложили просто перевести все деньги на их счет. Мужчина поверил. Вначале перевел 500 тысяч рублей, а потом и остальные 1 миллион 150 тысяч. Уже через электронную систему платежей. В общей сложности он лишился 1 миллиона 650 тысяч рублей. Раскрываемость таких преступлений есть, говорят полицейские, но шансов не так много. Буквально на днях сотрудниками окружного управления МВД было раскрыто одно из дистанционных преступлений. Оказалось, что «Москвич» создал поддельную страницу в различных социальных сетях, где предлагал россиянам, в том числе и югорчанам, и жителям, возможно, и нашего города, лодочные моторы. Граждане покупали эти лодочные моторы и в общей сложности лишались от 3 до 150 тысяч рублей. Естественно, ни товара, ни на связь уже этот человек не выходил. В марте этого года подозреваемый был задержан. В настоящее время ему вменяется 30 эпизодов мошенничества. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 2,5 миллионов рублей. Что касается случая в Нефтьюганске, возбуждено уголовное дело. Мария Сераева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Роспотребнадзор озвучил новые данные по коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки в регионе подтверждено 188 случаев COVID-19. Лидирует по числу заболевших вновь Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. В Нефтьюганске же за последние сутки выявлено еще 14 случаев коронавирусной инфекции. Отметим, на сегодняшний день в городе диагноз поставлен почти у тысячи жителей с начала пандемии. Больше половины из них уже выздоровели. Что касается новых случаев по Югре, контакты установлены почти у всех пациентов. Как говорили ранее, на заседании регионального оперативного штаба большинство заболеваний сейчас происходит в семейных очагах. По клинической структуре снова у основного числа заболевших проходит состояние ОРВИ. Многое тех, у кого выявлена пневмония. Многодетным семьям Югры компенсируют расходы на летнюю оздоровительную кампанию. Такое решение принято правительством региона. Предполагается возместить расходы на проезд детей к месту отдыха и обратно без предоставления путевок. Выплаты осуществляют по государственной программе социальное и демографическое развитие. Как отметила Наталья Комарова, компенсацию предоставят по расходам, которые многодетные семьи осуществлят с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Воспользоваться мерой социальной поддержки можно будет через единый портал государственных услуг и МФЦ. К заявлению необходимо приложить оригиналы проездных документов. Парковка для инвалидов. В Нефтеуганске устанавливают специальные знаки во дворах. Они обеспечивают место для автолюбителей с ограниченными возможностями здоровья. Контрактом предусмотрена установка 33 знаков. Специальные места появятся в разных микрорайонах города. Выбирали территории не случайно, а по заявлениям жителей. Многие из них писали прошения несколько лет назад. И вот сейчас, когда на эти цели выделили средства, появилась возможность выполнить просьбы жителей. По разметке ширина 3,6 метров, длина 5 метров. Это для того, чтобы можно было людям с колясками спокойно выходить, чтобы никто их место не занимал. Уже сейчас существуют сэкономленные средства с этого контракта. Их специалисты направят также на реализацию программы «Доступная среда». В скором времени объявят новый аукцион на установке аналогичных знаков. Таким образом, постараются выполнить большинство заявлений от жителей. Добавим, эти парковочные места предназначены исключительно для маломобильных групп населения. Нарушителям правил будет грозить штраф в размере 5000 рублей. Профильная математика, история и физика. Результаты по трем профильным предметам сегодня узнали выпускники школ. Преодолеть минимальный порог, к сожалению, удалось не всем. Но есть и хорошие оценки. Некоторые ребята набрали более 90 баллов. Более 300 выпускников текущего года пробовали свои силы в профильной математике. Средний балл этого предмета – 55, а максимальный – 94. Именно столько набрала выпускница первой общеобразовательной. Историю уже сдавали всего 80 ребят. Из них семеро набрали более 90 баллов. Это выпускники второй, четвертой, пятой, девятой и десятой школ города. Двое сдающих не набрали 32 балла, то есть не прошли порог. Физику тоже писали 80 детей. Учащимся лицея первой и пятой школ удалось написать ЕГЭ более чем на 90 баллов. Добавим свои результаты, ждут еще те выпускники, которые сдавали общество знания и химию. Свои оценки они узнают уже в четверг. В дистанционном формате или нет, в любом случае, школа есть школа. Сентябрь уже не за горами, а значит, потребность в форме и канцелярии среди учащихся всегда есть. Акция «Собери ребенка в школу» поможет в этом родителям. Это акция по сбору канцелярских школьных принадлежностей для ребятишек из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принимаем мы новые канцелярские товары, все, что нужно для школы. Также принимаем форму школьную, можно в БУ, но в хорошем состоянии. За неделю до начала учебного года собранные принадлежности раздадут нуждающимся. А на случай продолжения дистанционного обучения организаторы объявили еще один сбор. Решили присоединиться к всероссийской акции «Помоги учиться дома». Это акция по сбору оргтехники, ноутбуков, компьютеров. Также принимаем не обязательно новые. Вы можете подарить ребенку свой старый ноутбук, который вам не нужен, компьютер, которым вы уже не пользуетесь. Это малыш, с удовольствием сможет учиться дома. Ручки, карандаши, развивающие игры, а для самых маленьких – мягкие игрушки. Поучаствовать в данной акции может любой желающий нефтьюганец. Вещи можно принести в Центр молодежных инициатив до 31 августа. Главное условие – хороший внешний вид. Наши дарители очень щедрые люди, и у нас всегда есть неприкосновенный запас. Если вдруг в течение года какая-то семья может позвонить, нам сказать, вот вы знаете, у нас закончились тетради, краски, карандаши. То есть вот такой запасик у нас всегда есть в наличии. Отметим, в прошлом году благодаря акции «Собери ребенка в школу» удалось порядовать 31 семью. Это порядка 80 детей. Все они получили необходимые школьные принадлежности. А на этот раз ЦМИ надеется помочь большему количеству нефтьюганцев. Галина Зорина, Рамиль Аскаров, телерадио «Компания Юганск». Завершает выпуск наша традиционная рубрика «Окно в город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.